Приветствую! Сейчас мы поговорим о уголовной ответственности за уклонение от воинского учета, а если быть точнее, о тех приговорах, которые вынесла судебная система в ноябре 2023 года по статье 337 уклонения от воинского учета. Напомню, что в Уголовном кодексе есть такая статья, давайте ее посмотрим. Вот она и в ней сказано, что ухилення призывника військовозобовязанного резервіста від військового обліку після попередження, сделанного відповідним керівником ТЦК та СП, керівниками відповідних органів СБУ, відповідних підрозділів Служби зовнішньої розвідки України, карається штрафом від 300 до 500 неоподаткованних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року. Хочу людей успокоїть в тому плані, що вот эта примітка здесь про то, що керівники СБУ, керівники Служби зовнішньої розвідки, це не касається широкого кругу лиц, то есть це касається тільки тих лиц, які знаходяться на учете, соответственно, в СБУ, либо в СЗР. А, соответственно, для всех остальных, для обычних людей, це руководители ТЦК і СП. Іменно вони должны уведомляти военнообязаного о том, що можна уголовна відповідальна відповідальність за уклання від воїнського учета. І давайте зараз ми зразу перейдемо к розбору одного приговора. Почему одного? Потому що він типичний. Він типичний. Все остальні вони аналогичні. І вот давайте посмотрим. Вінесен этот приговор 8 ноября 2023 року. 8 ноября, обратите внимание на эту дату, на мой взгляд, немаловажний момент. Почему? Сейчас еще поговорим. Вінесен приговор Рокотнивський районний суд Ривненської области. Прошу прощення, якщо там неправильное ударення произнес. Более того, я вам скажу, что именно этот суд вынес 7 из 8 приговорів, які є по цій статті за ноябрь місяць. В реестрі було найдено нами всього лиш 8 приговорів. І 7 із них вінес. И давайте рассмотрим, какая же здесь ситуація. От начнем отсюда смотреть. 19 вересня 2023 року Остоба отримала повістку про виклик на 9 годину 30 вересня 2023 року для взяття на військовий облік. Та був попереджений ТВО начальника керівника вищезназначеного відділу ОСОБА А4 під особистий підпис про кримінальну відповідальність за ухилення військовозобов'язаного від військового обліку. Однак, вступеречве вмогам закону України про ВО та ВС за відсутність поважних причин станом на 2 жовтня 2023 року, не прибув, тим самим ухилився від військового обліку. Ну, ми поняли. Получив повістку, получив сразу предупреждення о уголовній відповідальність за уклонення, розписався і не прибыл. При этом, обратите внимание, на даты 30 сентября он должен был прибыти, а уже 8 ноября вынесен приговор. То есть, с момента нарушения до момента вынесения приговора человеку прошло один месяц и одна неделя. Что здесь интересного? Скорость. Скорость, как быстро ТЦК и ЕСП, правоохранительные органы, полиция, прокуратура и суд могут привлекать человека к уголовной ответственности. И здесь в очередной раз хочется обратить внимание на то, что почему-то, почему-то до сих пор нет приговоров по уголовным делам, уголовным производствам, которые открыли ДБР в отношении представителей ТЦК и ЕСП, которые незаконно удерживали людей, похищали их, избивали в помещении ТЦК и ЕСП. Уголовные производства там еще с лета, с весны идут. Ну, это те, что последние, яркие. Вот мы помним, там в Самбаре было, да, где чем-то похожим на огнестрельное оружие человека били по голове. И, соответственно, есть уголовное производство, но до сих пор почему-то нет решений суда, нет приговора. Хотя прошли уже месяцы, а здесь вот месяцы, неделя и все, и человек уже получил приговор. Давайте посмотрим дальше, что здесь происходило. Человек не явился, понятно. Дальше суд вот эти подробности все не описывает о том, как там ТЦК и ЕСП обращались в полицию, не обращались. Ну, понятно, что мы понимаем, что они обратились. Что сделал человек, которого привлекали к уголовной ответственности? Вот, посмотрите, какая его позиция была по этому вопросу. Обвинуваченный, у присутствии защитника, адвоката, надав письмовую заяву, відповідно до которой он беззаперечно вызвав свою винуватість у вчиненника инкриминованного ему криминального проступка, передбаченного частью 1 статті 337 Криминального кодексу Украины, згідный с установленным досудовым расследованием, обставинами та розглядом обвинувального акту у спрощенном проведении за отсутствие участников судового проведения. То есть человек сказал, окей, я виновен, рассматриваем дело в упрощенном режиме, то есть даже в суд его никто не вызывал, он не приходил на это заседание, и давайте посмотрим, а что решил суд. А суд решил следующее. Визнати винуватым у вчиненні криминального правопорушения, предбаченного частью 1 статті 337 Криминального кодексу Украины, та призначити покарання у виді штрафу у размере 300 неоподаткованных минимумов доходов граждан, что складает 5100 гривен. Вот так. Человек получил уголовное наказание в виде штрафа в сумме 5100 гривен. Если мы посмотрим санкцию статті 337, то она предусматривает два вида наказания. Первый вид – это штраф от 300 до 500 необлагаемых минимумов, то есть от 5100 гривен до 8500 гривен. Это первый вид. И второй вид – исправительные работы на срок до 1 года. А что такое исправительные работы? А исправительные работы – это тоже по своей сути денежное взыскание. Только суть его заключается в том, что в отличие от штрафа, оно выплачивается не сразу и в установленной сумме, а оно устанавливается в процентном соотношении к заработной плате человека. То есть, когда человеку назначают исправительные работы, он продолжает жить своей прежней жизнью, он живет дома, он ходит на работу, и просто по решению суда с его зарплаты удерживают в доход государства от 10 до 20% его заработной платы. И все. То есть, санкция статьи 337 не предполагает наказания, связанного с лишением свободы, либо ограничением его. Конечно же, есть вопрос, а что будет дальше с этим человеком и с другими людьми? Потому что я же сказал, что остальные 7 приговоров, они типичны. Там все ситуации типичные, и наказание у всех одинаковое. 5100 гривен. Что будет с этими людьми? Могут ли им вручить повестку? Можно ли их мобилизовать? Да и да. Им можно вручить повестку, и можно мобилизовать. И в то же время эти люди точно так же могут в дальнейшем, по идее, снова отказываться от постановки на учет. И снова что им будет? Основа будет 337. То есть, за повторный отказ от постановки на учет пока, подчеркиваю, пока, про судебная практика не дошла еще до того, чтобы наказывать этих людей по статье 336, как уклонение от мобилизации. Но при этом у нас, как мы с вами знаем, безуглая анонсировала изменения в законодательстве касательно ответственности, усиления ответственности за уклонение от мобилизации. И, в принципе, вполне возможно будет и какое-то усиление ответственности за уклонение от воинского учета. Но пока вот есть то, что мы с вами сегодня увидели. На этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было полезным, ставим ему лайк, подписываемся на мой YouTube канал. И также приглашаю вас в свой Telegram канал. Информации там больше, появляется она оперативнее, чем в YouTube канале. Также я там провожу стримы специально для подписчиков Telegram канала. Ну и традиционно пожелаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.